Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Люба Малинская. Из своих видео я рассказываю о красоте, об уходе за собой и немного о жизни в Швеции. Если тебе интересна данная тематика, подписывайся на канал, оставляй комментарий и ставь пальчики вверх под видео. Я рада каждому. И сейчас прошли новогодние праздники, все доедают оливье. И самое время, самое время закатывать желания и прописывать новые цели на грядущий год, чтобы быть максимально продуктивными, чтобы получать удовольствие от жизни и чтобы достигать желаемого результата. Как всегда получать желаемое? Как находиться в гармонии с собой? Как радоваться каждому дню и быть в ресурсе? Это тема сегодняшнего видео. Бери блокнот и ручку, присаживайся поудобнее. Будет продуктивно, информативно и полезно. Данный метод я впервые встретила у одного из успешнейших бизнесменов. У человека, который попал в рейтинг Forbes 30 до 30. Его зовут Денис Жаданов и проект называется MyWay2020. И мы говорим о колесе баланса. Это метод анализа текущего состояния в вашей жизни во всех ее сферах. И впервые рассказал об этом методе американский бизнесмен, миллионер и мотивационный коуч Пол Джон Майер. Здесь у нас представлен круг. Круг, который разделен на 8, может быть, и больше секторов. В зависимости от ваших желаний и от тех сфер жизни, которые вы хотите прокачать. Данный круг я взяла из проекта именно MyWay2020. Потому что мне он больше всего понравился. Конкретно я пользуюсь вот этой схемой и вот этими сферами жизни. Что же делать с этим кругом? Здесь мы будем с вами зарисовывать от 1 до 10 каждую сферу жизни. Насколько мы удовлетворены. Насколько мы живем так, как мы хотим жить. Насколько наши потребности в этой сфере закрыты. Ноль — это не закрыты вообще, ничего не получается, ничего в этой сфере нет. Десять — это максимальный успех. Вы достигли пика своих желаний, пика того, чего вы хотели бы видеть в данной сфере. Вы сейчас находитесь на ее вершине. И гармония — это про то, когда во всех сферах у нас приблизительно одинаковый уровень. И этот уровень выше среднего. Когда вы, в принципе, удовлетворены своей жизнью, но ее можно улучшить. И эта схема нам наглядно показывает, где у нас есть большие пробелы, над чем нужно работать. И дальше в методике мы поговорим о том, как прорабатывать каждую сферу жизни, выводить ее на наивысший уровень и добиваться желаемого. Я выписала себе небольшую шпаргалку, чтобы ничего не упустить из виду и все вам рассказать. И после того, как вы заполнили данное колесо, вы видите те пункты, над которыми нужно поработать больше, те пункты, которые хотелось бы улучшить, либо, возможно, у вас даже есть те пункты, которые вообще на нуле. И что делать с этим дальше? Сейчас мы об этом как раз и поговорим. Есть четыре шага для достижения цели, которые мы с вами пропишем, и это будет служить нам побуждением к действию. Итак, первый шаг — это видение. Разберем на примере тела. Первый шаг — это видение, какой результат я хочу получить. И здесь мы прописываем наши желания уже в настоящем времени, как будто мы уже это имеем, не будем иметь. Мы прописываем их с «я» позиции, то есть «я здоров», и мы ни в коем случае не пишем отрицание, мы не пишем «я не болею». Вселенная не знает слова «не», поэтому мы пишем все в положительном ключе, в утвердительных предложениях и с «я» позиции. «Я счастлива в отношениях», а не «у меня появился молодой человек». Не молодой человек у меня появился, а «я» обрела настоящую любовь. «Я счастлива в отношениях». Это называется «я» позиция. Прописываем желания касательно тела. «Я в отличной физической форме». «Я здоров, полон сил и энергии». «Я придерживаюсь принципов правильного питания и чувствую себя хорошо». Прописали эти пункты. И следующий шаг — это мотивация. Прописали отлично, отложили и забыли, зачем оно нам нужно было. И здесь мы отвечаем на этот вопрос. Зачем же оно нам нужно было? Мотивация. Как я буду себя чувствовать? Что я получу, когда достигну своей цели? Насколько я буду счастлив? Насколько я буду удовлетворён жизнью и вообще поменяю качество своей жизни? Что меня мотивирует, чтобы поэтапно прийти к топу, прийти к вершине айсберга? Чтобы наша цель и наше желание исполнилось. Что мне это даст? На примере видения, на примере желания я в отличной физической форме. Что нам нужно для достижения этой цели? Какие шаги и какие действия нужно предпринять? Это и есть третий пункт. Как прийти к желаемому? Здесь мы прописываем, чтобы быть в отличной физической форме, мне надо делать зарядку по утрам. Мне надо больше ходить пешком. Мне нужно заниматься в тренажёрном зале. И эти шаги мы прописываем в третьем пункте для достижения нашей цели. И четвёртый пункт. Четвёртый пункт — это начало. Начало, как говорится, положено. Нужно начать что-то делать. Не ждать понедельника, не ждать завтрашний день, не ждать Нового года, не готовиться к лету. А начать уже сейчас и сегодня. Пускай это будет мало, но это будет. И мы пишем первые шаги. Первые шаги — это четвёртый пункт нашего списка для достижения цели. Первые шаги. Приседать десять раз каждое утро. Ходить десять минут пешком. Выходить на одну остановку раньше до работы. И не спеша пешим ходом прогуливаться, а не подъезжать прямо под вход. Дышать свежим воздухом. Больше гулять на природе. Записаться в спортзал. Купить абонемент. Скачать программу тренировок. Записаться на курсы. Записаться к фитнес-коучам. И пройти марафон. То есть мы пишем первые шаги, с которых нам нужно начать. Главное — это начать, а дальше вы уже втянетесь. И данное колесо, ещё раз показываю его вам, вы заполняете каждые три месяца. Каждые три месяца вы отмечаете опять от одного до десяти каждую сферу жизни, насколько вы удовлетворены. И вы таким образом проверяете свою результативность. Насколько эффективными вы были за этот промежуток времени, насколько вы улучшили свою жизнь. И эта схема помогает достигать своих самых заветных желаний, потому что под лежачий камень вода не течёт. Для достижения цели, для улучшения качества жизни нужно делать маленькими шагами. Нужно добиваться и идти только вперёд. И это мощный психологический приём, который всегда будет держать вас в ресурсе, потому что ответственность за свою жизнь можете взять только вы и только в свои руки. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что оно было вам полезным, и вы почерпнули для себя новую информацию, и будете применять это в своей ежедневной рутине. И мне очень было бы интересно прочитать в комментариях, какие лайфхаки вы используете в своей жизни для достижения наилучших результатов, для осуществления своих самых заветных желаний. Давайте это обсудим. Спасибо за ваши лайки, спасибо за вашу активность, и до новых встреч. Пока-пока!